всем доброе утро такая вот я красавица с утра я сегодня не хочу краситься вот пойду такая красивая не ну конечно хочу беру куда я сниму а на завтрак у меня вот такой бутик с икорочкой ням ням и цикорий икру мне сестра привезла еще в июле думаю что она будет стоять что будет ждать пойду-ка я ее слопаю вот второй день я пьем такие бутербродики всем приятного аппетита все ты играть хочешь смотрят умом надвигается видите что горизонт такой размытый это потому что там туман идет с моря нас жарко опять вот утро тихо несмотря не считая того кто что начинает бум-бум-бум стучать непонятно чем площадь вымыли это правда она такая грязная полна ужас здесь вот бар вроде бы как он от нее они подметают убирают то все равно грязю к сейчас гляжу помыли но там что-то всю грязь оставили фонтан в 10 часов включается он по моему автоматически как говорится помыть помыли убрать вот эту грязь забыли 3 какая грязь мутная грязная потому что это одна и та же вода вот так двигается 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 некоторые люди туристы еще и лицо моют этой водой представлять им жарко не поднимаются и лицо моют из фонтана когда здесь вот тут есть колонка с хорошей нормальной водой они там лицо моют 10 идем на работу здесь не забалуешь а ahí, ahí no se te ven bien no se ve la barbilla Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пахнет просто умопомрачительно Чай заваривается Верните Чайник У меня вот в этом Баночке хранится чай Краснодарский с чабрецом Вот так завариваем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И ням-ням будет мне Сделала в духовке Сырники вот такие С кукурузной мукой Без сахара, но со стевией И с изюмом Попробовала один Очень вкусный Сейчас буду чай пить Притащила землю Почему такую большую купила? Потому что я хочу вот в этих ящиках Потом когда попрохладней станет Сажать там зелень, салат В общем все дела А сейчас мне нужно Вот этот пересадить Смотрите какой здоровый И вот этот У него горшка два есть Здесь земля хорошая Не знаю вот только куда Куда какую сажать Сюда наверное посажу вот этот Он мне больше нравится А этот пускай тут растет И вот этот вот видите Корни нормальные Сейчас тоже посажу Да? Давай работать? Перчаток нету Я их на работу отвезла Ну и ладно Без перчаток Отмоем руки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Стенку я вот эту мою периодически Потому что когда вешаю белье Оно там хлопается об эту стенку И чтобы не грязная была Я ее так мою Ну и все, террасы немножко освежило Можно обуваться забирать свои горшки и все, идти обратно вниз. Надеюсь, они будут расти и процветать. Но этот точно будет расти, ему пофигу все. Это тоже, это не знаю. Написано, что нужно поставить его в тенек, чтобы он там, в общем, приходил в себя, отдыхал. Посмотрим. Моя лапа папу ждет. Да, моя рыбка. Все, увидел, увидел, что я про него разговариваю. Тетя к маме пришел, да? Тетя к маме пришел, иди. К маме пришел. Иди, иди. Будем целоваться, целоваться. Целоваться мы любим, да. Я уже пришла, уже почти все смонтировала. Кстати, что-то мало. Не мало, а как я снимала. Вроде бы снимала там и на работе. Ну, естественно, я же не буду вам показывать все полчаса того, как я там 20 минут, как я укладывала свою клиентку. Это я что-то с ней такая стою, ее укладываю, говорю. Она у меня уже в моих влогах мелькала. И говорю, давно тебя не было у меня на канале, так что давай. Она все такая, так, ты мне не снимай, у меня второй подбородок. Я говорю, ой, у меня и третий, и десятый. Ничего страшного. Я говорю, я тебя сзади. Посмеялись так с ней, она потом уже в конце. Она что? Ну, вы знаете, она как мне уже подружка, у меня с ней такие отношения доверительные. Вот она мне вчера рассказывала, а сегодня рассказывала, что она вчера ходила на депиляцию. В общем, что себе волос, я говорю, а что это ты говорю? А она все лето не ходила, у нее кожа очень чувствительная. Я говорю, здрасте, приехали. Говорю, лето прошло, ты сейчас пошла вроде волосы удалять. Ну, она такая приколистка. Ей, кстати, на днерождение два дня назад было. Она мне сказала, сколько, 54, по-моему, года ей. Ну, знаете, ей такая, не дашь, на все темы с ней можно разговаривать. У нее муж уехал, ой, муж, сын уехал в Корею, в Корею нет, в Японию что ли. Ну, куда-то туда, в Японию, или в Корее, в японские языки. Представляете, то ли в Японию, то ли в Корее, в общем, куда-то туда. Он изучает эти языки, а она страдает по Индии. Ей очень все Индия нравится. Вот индийские фильмы. Она такая, ты знаешь, я говорю, здрасте, приехала. Говорю, русским ты будешь говорить про индийские фильмы. Говорю, это я тебе рассказать могу. И вот она мне раньше, сейчас уже нет, приходила. Вот новый фильм, тля-ля-ля-ты-паля. А она, знаете, как смотрела фильмы? По субтитрам. То есть в Испании индийские фильмы не очень. И поэтому перевода такого нормального, как вот мы привыкли, нету. И вот по субтитрам, она смотрит фильмы с субтитрами. Я говорю, это же, говорю, мозгами можно долбануться. Потому что нужно, говорю, ты не фильмы не смотришь, а читаешь. В общем, она любит. И я ей говорю, вот, говорю, знаете, в Испании так говорят, что если что-то хочешь, там, типа, вот я в круиз поеду, когда меня выиграю в лотерею. И вот всё, о чём ты там мечтаешь, что всё это сбудет только тогда, когда ты выиграешь в лотерею. И вот там мы смеёмся, говорю, ну вот выиграешь в лотерею, говорю, и поедешь и в Японию, и в Индию. Есть у Индии. И вот она такая, на той неделе приходила, она каждую неделю ходит. Говорит, мне привезли индийское платье. Я говорю, сари она? Нет, не сари, но индийское платье. И такая она довольная была, что-то там ей подарила. Она, кстати, в театр ходит, в театре выступает актриса, скажем так. Ну, знаете, чтобы дома не страдать, от ничего не делания. Не в том плане, что ничего не делания. Конечно, дома-то найдётся всегда работа, но чтобы вот совсем не, как это сказать, совсем не завянуть, что ли, от рутины. Вот так вот развлекается, ходит в театр. И вот я её... Ой, я такая приколистка. Мне ведь сейчас недели три назад, четыре, она говорит... Пойду тест, говорит, сделаю. Пойду в больницу, в поликлинику, тест сделаю. Мачу сдан. Мне говорю, а что с тобой, беременные? Мне говорят, живот надулся. Живот надулся. Вот, полнею. Чё-то беременная, 54 года. Пошла, сдала, через неделю приходит. Я говорю, ну чё? Она говорит, нет, не беременная. Я говорю, эх, теперь, говорю, какое оправдание найдёшь своему животу? А она любит этот торт, чизкейк с этими, господи, с рандом, с чёрной смородиной. Я говорю, теперь тебе вина только торт с чёрной смородиной. Она, нет, не ем. Я говорю, значит, мороженое нам, мороженое, да. Я говорю, ну вот, видишь. А она уже вот так вот, я говорю, оправдывает свои, как говорится, погрешности. Сейчас что-нибудь на ужин тяпнули. Я поняла уже, что у меня чайник скипел. Смотрите, мои вкусняцкие какие сырнички. Я бы их с удовольствием слопала, но... Я туда ванилин добавила, но это уже будет завтра. А сегодня, может быть, персик слопаю. Тут два персика есть. Либо доем... Ну, не, не доем у них, что-то можно... Немного слива, может быть. Сливы, кстати, очень вкусные, такие сочные. И просто туда уже ничего не помещается. Батарейка садится. Сливы, наверное, вот эту съем. А ещё у меня сегодня по расписанию большой брат. Так что у меня вообще много делов. Чай попить, сливы поесть, большой брат посмотреть. И с вами попрощаться до завтра. Завтра уже пятница. Приятных вам выходных. Всего вам самого наилучшего. И... Всем пока-пока. Кстати, отопление дали. Тепло дома. Пишите в комментариях. Жду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому www.звед Teil.deb Добро пожаловать! Продолжение следует... Продолжение следует... Все равно... Р...